У Муравленка произошел пожар в доме 26 на улице Комсомольская. Двухэтажная деревяшка предназначена под расселение, но в ней еще проживали несколько семей. Сейчас следствие разбирается в обстоятельствах происшествия. В результате пожара погиб мужчина. Хронология событий в сюжете Анастасии Поповой. Открытое пламя и густой черный дым валил из окон двухэтажного деревянного здания. В считанные минуты на место происшествия к 26 дому на Комсомольскую прибыл дежурный караул пожарной охраны. Горела квартира на первом этаже. Один из жильцов деревяшки в момент возгорания находился в квартире. Его семья была в гостях. Мужчина, говорит, сначала даже не понял, что находится в опасности. Я только с ванной вышел, бегом вещи накидываюсь. Слышу топот везде, выбегаю, подъезд дым идет. Бегом давай брать драгоценные вещи, документы, все, что смог схватить, взял. Дальше уже не пустили меня. В здании, предназначенном под снос, еще проживали несколько семей. Девять жильцов дома, двое из которых дети, эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. На ЦПС поступило сообщение о том, что горит по данному адресу жилой дом. Значит, в пути следования было открытое горение чердачного помещения, первого, второго этажа и третьего подъезда. Выехали в составе трех отделений, я ел 37. Подали три ствола на тушение внутри помещения, один ствол в чердачное помещение. Пожар локализован в достаточно короткие сроки. На настоящий момент идет пролив конструкции. Пожар на площади в 300 квадратных метров был локализован спустя два часа после начала тушения. Почти все здание и имущество жильцов огнеборцам удалось спасти. После ликвидации открытого горения во время поливки конструкции обнаружили тело мужчины. Им оказался 46-летний владелец квартиры, с которой и начался пожар. Во время тушения пожара был обнаружен труп мужчины в квартире этого дома. В данный момент делом занимаются следователи Следственного комитета. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Дознаватели выясняют причину пожара. На месте происшествия работали все оперативные службы, представители администрации города. Медицинская помощь никому не понадобилась. Анастасия Попова, Сергей Лукович, Новости Муравленко.